Как трансформировался наш режим после начала войны? Социологи и политологи в целом сходятся во мнении, что в сущности режим остался, как и прежде, персоналистской автократии. Но есть исключения, которые не вписываются в такую картину. То, что власть сейчас пытается сделать с образованием. Речь о попытках индоктринации школьников и студентов провластной пропаганды. Это явный признак движения в сторону тоталитаризма. Едва ли не каждый день мы слышим новости о нововведениях в образовательном процессе. То разговоры о важном, то новые учебники, то в школы впихнут спецоперацию в виде как бы патриотических роликов, объясняющих, почему Россия не нападала на Украину, где Украина сама виновата и при чем тут Америка, кстати. То, вернувшись из фронта, ветераны с позывными типа «Змей» и «Лютый» вдруг окажутся самыми подходящими кадрами для работы с детьми в школе. Государство заявляет, что это все, мол, ради патриотического воспитания. И вот теперь Минпросвещение планирует патриотические уроки не только для детей, но и для их родителей. Для восполнения потерь населения введут семьеведенье. Ну, чтобы, вы понимаете, побольше рожаль. А чтобы в этот разгул пропаганда не вмешалась ни одна здравая мысль, в школах создается белый интернет. Только благонадежные сайты с проверенной информацией, одобренной Минпросвещение. И уж никак не этот наш канал. Слава, российское руководство ведет себя так, будто располагает всем временем мира. Вот сейчас как воспитает под себя новое поколение, целое новое общество. И тогда ух задаст Западу. Но вместе с тем в паблике почти нет признаков реальных изменений в российском образовании. В России почти 40 тысяч школ, миллионы учащихся. И в их жизни, как утверждается в новостях, сейчас происходят довольно весомые изменения. Этот процесс не мог обойтись без недовольных. Где возмущенные родители? Где общественная дискуссия между теми, кто считает, что это все лишнее, и теми, кто думает наоборот, что очень даже правильно? Где ученики, которые снимают и выкладывают в соцсети, как учитель пересказывает Соловьева? Какой-то движ должен быть. Такие инновации никогда не обходятся без скандалов. А у нас почти полная тишина. Лишь изредка мелькнет новость, что детей учили стрелять на уроке ОБЖ. И тут же директор прибегает и объясняет, что это был недосмотр, больше такого не повторится. Примерно так же редко попадают в паблик обратные примеры. Один из них про пермскую школу номер 12. Мы обсудим дальше в ролике его. Но в целом скандалы очень и очень редки. Пропали даже новости времен начала войны, когда детей выстраивали буквы Z или заставляли петь песни про Донбасс. Если спросить школьников из числа знакомых, что там на этих уроках патриотизма рассказывают, то говорят про Менделеева или Пушкина им рассказывают. А если дети помладше, то вообще про родные березки. В крайнем случае про Ивана Сусанина. Попробуем сегодня разобраться, насколько в самом деле опасна индоктринация пропаганды, которая, как утверждается, обрушилась на школьников и студентов. Каких ресурсов не хватает системе, чтобы по-настоящему перекраивать мышление школьников и создавать из них имперских штурмовиков. Только перед тем, как начнем, напомню. У нас большой тур с живыми выступлениями. И сегодня мы в Тель-Авиве, точнее в Геватайне. Тут начало в 19.30 в этом вот отличном зале. По ссылке в описании можно купить один из немногих оставшихся билетов. Тут почти все продано. Еще в январе и феврале мы будем во Франкфурте, Риге, Таллине, Вильнюсе, Варшаве, Париже, Милане, Цурике, Барселоне, Лиссабоне и Хельсинки. Билеты в описании. Ну, все, начинаем. Сначала посмотрим на два почти одинаковых социологических исследования. Одно провели в октябре и ноябре 20-го года в Красноярске, а другое в сентябре 21-го по январь 22-го в Челябинске. Из до войны, понятно. Исследователи опрашивали младших школьников и старшеклассников, и учителей, а также проводили глубинное интервью, чтобы понять, интересует ли детей и подростков политика, и откуда они получают информацию о политических событиях, а также, какую в этом роль играет школа. Оба исследования показывают сходную картину. Сенсации не случилось, все вполне ожидаемо. Политика почти не интересует младших школьников, но и среди старших ею интересуется не более половины. Информацию младшеклассники в основном получают из телепередач, старшие ученики, больше из соцсетей и новостных сайтов. Кроме того, всем школьникам важно мнение родителей и друзей. Но меньше всего тех, кто ориентируется на школьное изложение политики. Мало на кого влияют политические взгляды учителей. Школа и учитель, как приемлемый источник информации о политике, в самом конце списка. Я думаю, такой результат никого не удивил. Российская школа не то учреждение, которое способно сформировать взгляды школьников на политику и общество. А ведь индоктринация — это процесс особенный. Индоктринировать школьника — это не просто прочесть ему по бумажке, что мы в кольце врагов, что НАТО против нас, а в Украине засели нацисты. Индоктринировать — это сформировать целую картину мира. Да так, чтобы не было ни вопросов, ни критики. Чтобы доктрина была принята как истина в последней инстанции, без сомнений и колебаний. И вот для этого нужно быть абсолютным моральным и интеллектуальным авторитетом в глазах детей. Ну и у какой школы есть такой ресурс? Много вы знаете учителей, которых настолько уважают их ученики? Конечно, такие учителя существуют, но их мало. И вряд ли они жаждут растрачивать свой авторитет на то, чтобы внушать ученикам пропагандистский бред. Впрочем, у большинства учителей и близко нет подобного влияния на юные организмы. А откуда взяться авторитету, когда статус учителя в России где-то в районе Плинтуса? Учить детей не та карьера, о которой мечтают с детства. У большинства школьных преподавателей низкая зарплата, у всех большая ответственность и почти нет возможности для развития. А контроль за учителями таков, что любой творческий подход к работе считай исключен. КПА и работы учителя не дети, а правильно заполненные бумажки. И бумажек этих столько, что введение документации занимает большую часть времени. Система давит на учителей, пользуется любой возможностью добавить им нагрузки и не оказывает никакой поддержки. Учителя находятся в постоянном стрессе, выгорают, уходят из профессии или теряют к ней интерес и выполняют свои обязанности чисто автоматически, не вникая. На отъебись, как сказали бы юные организмы. Этим летом агентство А2 Ресерч провело исследование и выяснило, что 71% российских учителей и преподавателей не хотят возвращаться на работу после летних каникул. Знаете, с чем ассоциируется у опрошенных учителей их работа? Та самая работа, которая, по идее, должна быть одной из самых важных и вдохновляющих. Детей учить. Во-первых, с бесконечными отчетами. На них пожаловалась почти половина опрошенных. Во-вторых, с низкой зарплатой и токсичным коллективом. А еще в это сложно поверить, но 21% учителей недовольны тем, что им приходится заниматься уборкой класса. Представьте, каждый пятый учитель выполняет еще и обязанности уборщицы. Что может более наглядно продемонстрировать статус профессии? Это легко считывают и школьники, и их родители. Учитель. Тот, кто проверяет, какой параграф читать дома, а потом проверяет, что все выучено близко к тексту. Тот, у кого нет времени на индивидуальный подход к ученикам, потому что ему нужно писать планы и заполнять формы. Его действия жестко регламентированы. Он не наставник, а просто приложение к учебнику. Ну и немного уборщица. Но чтобы по-своему перекраивать ценности и убеждения учеников, недостаточно, чтобы учительница сказала «Так, открываем учебник по патриотизму, страница 136, второй абзац». Читаем до слова «Иблис». Иванов, че улыбишься? Я сказал «Иблис». А не то, что ты подумал. Выходи к доске, давай расскажи классу, за что ты любишь президента нашего. Так не сработает. Для такого эффекта нужен учитель, который вызывает у школьников настоящее уважение, чего и близко нет. Низкий социальный статус учителя создает постоянное напряжение в школе. Порочный круг, в котором учитель чувствует пренебрежение к себе, срывает раздражение на учениках, а ученики, в свою очередь, теряют остатки уважения к учителю. Школа, институт очень закрытый. Взаимная неприязнь, травля, нарушение личных границ учеников и учителей все это долгое время не выходило за пределы школьных стен и отрицалось. Но потом у учеников появились смартфоны, и в паблике стали всплывать десятки случаев насилия, унижения, оскорблений. И чаще всего страдали ученики от действий учителей. Все эти случаи роняют авторитет педагогов еще и в глазах общества, потому что в наше время люди особенно остро реагируют на любую опасность для детей. Государство могло бы попытаться исправить положение, позаботиться о здоровом климате в школах, супервизии и психологической разгрузке для учителей. Продумать, как снять с преподавателей бюрократические обязанности по введению тонн документации, чтобы они могли уделять достаточно времени своей работе, учить и воспитывать детей. Нужно повысить зарплату и одновременно ввести высокие стандарты для тех, кто претендует на право работать с детьми. Потому что не должен человек, который отвечает за образование, здоровье и благополучие детей, с одной стороны жить на гроши, а с другой быть тем, кто не поступил куда хотел и потому пошел в ПИД. Однако наше государство в своих лучших традициях пытается замести проблему под ковер. Оно занялось повышением статуса школьных педагогов и объявило о планах создать комиссии по защите авторитета учителей. Каковые комиссии, очевидно, примут постановления, обязывающие школьников уважать преподавателей. А еще прорабатывается общегосударственный запрет на фото и видео во время уроков. Это ведь очевидно. Если школьники не выложат в интернет запись, как учитель оскорбляет или бьет ученика, то и не было ничего. Но разве замалчивание как-то поможет авторитету учителя? Да и будут ли ученики слушаться таких запретов? Долгие годы государственная машина сводила роль преподавателя к положению бесправного, низкооплачиваемого, заменимого работника. И вот теперь, когда ей это удалось, тем самым школьным учителям поручается самое важное и самое сложное, что есть в образовании — воспитание нравственных ценностей. Для такой тонкой работы нужны авторитет и доверие. А где их взять, если система собственноручно кошмарила педагогов и лишала их любых рычагов влияния на детей? В феврале 22-го года российская власть, которая считала, что ее армия современная, сильная и вторая в мире, так вот, полтора года назад власть узнала, что ее армия — это фейк. Неизвестно, что заставляет руководство страны считать, будто российская школа — это мощный инструмент, с помощью которого они запросто превратят целое поколение детей в преданных путинцев. При том, что подавляющему большинству родителей и детей ясно, что школа в России в значительной степени тоже фейк. Есть в этом всем непростом положении и некоторый позитив. Не все школы и не все учителя подчиняются давлению системы и соглашаются вести пропаганду среди учеников. Мы не знаем, сколько их. Больше или меньше, чем тех, кто идет на компромиссы или вовсе с энтузиазма внедряет новшество от Минпросвещения. Но вот одна из самых известных историй о школе номер 12 города Перми и ее директоре Елене Ракинцевой. В марте 23 года, по сведениям Холда и Медиазоны, представители ФСБ явились на экзамен девятого класса по немецкому языку. Судя по всему, подозрение вызвал педагог из Германии, который был в числе принимающих экзамен. Вскоре после этого педагог был выслан из России, а международная программа изучения немецкого языка в школе закрыта. История попала в СМИ и привлекла внимание активистов из провоенного паблика Прикамские Витязи. Ну или, как сказали бы, юные организмы Прикамские Долб... Ну, вы поняли. Они опубликовали множество постов, обвиняя директора школы и учителей. Мол, те не проводят разговоров о важном, не пускают на уроки участников СВО, не участвуют в помощи детям Донбасса. И вообще вздумали делать школу свободной от политики. Зет-активисты затребовали от педагогического коллектива высказаться в поддержку войны, изобразить патриотизм и восторг от СВО. Самое потрясающее, что даже директоры и учителя не пытались даже оправдываться и говорить, что их не так поняли, что на самом деле они за. Коллектив школы спокойно и последовательно отстаивал право на плюрализм мнений, на антивоенные позиции учителей, на спокойную и комфортную среду для школьников. И большинство родителей и учителей их поддержали. В итоге директора вынудили уволиться. Вместе с ней ушли несколько учителей. Можно было предположить, что в наше время в России эта история закончится именно так. Но, с другой стороны, мы точно знаем, что есть школы и педагоги, которые продолжают защищать своих учеников. К счастью, не все они с громким скандалом попадают в паблик, а значит, тихое сопротивление продолжается и дает нам надежду. Большая часть российского общества изо всех сил старается избегать любого упоминания о войне. Не думать, не знать и забыть. И только в школах прям никуда от нее не деться. Войну приносят прям в класс. Типа, смотри и не отвертишься. Не думай, что тебя обойдет. Это вот твое будущее. Конечно, это очень плохо. Но неужели те, кто это придумал, думают, что в обществе, где все стараются не замечать войну, дети станут ей бурно радоваться. Будут ждать с нетерпением, когда она случится лично с ними. Скорее власть может получить обратную реакцию от молодежи. Школьникам и студентам не страшен белый интернет, которым так гордится Минпросвещение. Учащиеся формируют свою политическую позицию, читая Телеграм и смотря Ютуб. Они и так скептичны в отношении школы. И тем более скептичны относятся к навязыванию школы политических взглядов. Чем больше на них давят, тем критичнее они будут. Так что за школьников наших не надо беспокоиться. С ними все будет хорошо. До завтра. Приглашаем вас на живые выступления Максима Кацца. Вы сможете увидеть закулисную жизнь канала и запись ежедневного ролика. А во время общения с залом сможете задать свой вопрос Максиму. Билеты на сайте maximkatz.com Максим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова